Добрый вечер! В эфире программа «Диалог». В студии работает Евгений Поболовец. Как и кто проверяет дары леса на соответствие санитарным и экологическим нормам? Каково в целом санитарное состояние населенных пунктов? Как часто в магазинах и на рынках можно встретить некачественные товары, продукты питания? На эти и другие вопросы сегодня отвечает главный врач Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Тарасенко Александр Александрович. Александр Тарасенко, главный врач Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья. Родился в 1974 году в Ветковском районе Гомельской области. В 1997 году окончил Санкт-Петербургскую государственную медицинскую академию имени Мечникова. В 2007 году академию управления при президенте Республики Беларусь. Трудовую деятельность начал в 1997 врачом-стажером Ветковского районного центра гигиены и эпидемиологии. В 2000 году возглавил коллектив этого учреждения. В 2009 году он назначен главным государственным санитарным врачом Светлогорского района. А в 2012 году Гомельской области. На вопросы, которые касаются деятельности Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, прямо сейчас можно получить ответ, позвонив по номеру телефона в Гомеле 77 68 45. Александр Александрович, добрый вечер. Добрый вечер, Евгений, уважаемые телезрители. Летняя пора, сезон отпусков, сезон собственных продуктов питания, которые люди выращивают на переусадебных участках и в том числе собирают в лесах нашей страны. С этой точки зрения для вашей службы, насколько спокойным или не совсем спокойным выдалось лето этого года? Ну, я хочу сказать, что на сегодняшний день можно говорить о том, что лето хотя и не закончилось, но можно считать, что по инфекционной заболеваемости у нас ситуация была стабильной, контролируемой. Если говорить про острокишечную инфекцию, то она имеет тенденцию к снижению процентного выражения на 12% по сравнению с прошлым годом. Не регистрировались групповые заболевания в организованных коллективах, прежде всего имею в виду отоздоровительные, стационарные, пришкольные лагеря в лечебно-профилактических учреждениях. А с чем вы связываете эти результаты? Здесь я связываю результаты, конечно же, проведения профилактической работы нашей службы, лечебно-профилактических учреждений и всех ведомств, которые причастны. Это и торговля, и общественное питание, и образование учреждений здравоохранения. Но вы не первый год работаете в этой структуре. Насколько по динамике видно погода, погодные условия, как они влияют? Может, происходит всплеск каких-то заболеваний, отравлений или не происходит этого? Я скажу, что как таковых отравлений у нас ситуация уже не регистрируется довольно продолжительное время, и для нас это уже чрезвычайная ситуация, если где-то зарегистрировано отравление, особенно в организованном коллективе. Да, у нас есть сезонные подъемы заболеваемости острыми респираторными инфекциями. Это, как правило, февраль месяц. Для лета, как я уже говорил, конечно же, есть риск высокий заболеть острыми кишечными инфекциями, энтеровирусными инфекциями, ротовирусными инфекциями. Но ситуация в целом по области спокойная, по всем вышеозвученным инфекционным заболеваниям. Но летом еще есть опасность, риск заразиться какой-то болезнью, будучи на отдыхе, где-то за пределами страны, особенно в азиатском регионе. Вот в этой связи несколько вопросов. Во-первых, регистрировались ли такие случаи в этом сезоне? И что, какие процедуры надо пройти людям, которые выезжают за пределы страны на такой отдых? Ну, конечно же, в первую очередь здесь имеет место вести разговор по заболеваниям, имеющим международное значение. Это особо опасные инфекции, которые протекают тяжело и представляют риск здоровью и жизни нашего населения. Действительно, у нас есть информация, и мы эту информацию доводим для турагентов нашего населения при выезде, особенно в экзотические страны. Это прежде всего африканского контингента, южноамериканского, азиатского. Скажу, что заболевания, имеющие международное значение, у нас на территории Гомельской области, да и республики уже длительное время не регистрировались. Да, были еще в начале 2000-х годов такие случаи завоза с южных наших регионов. Но на сегодняшний день, благодаря тому, что у нас на границе с Украиной санитарно-карантинные пункты существуют в автодорожных пунктах пропуска, железнодорожных пунктах пропуска. Работа данная проводится, конечно же, и с пограничной службой, прежде всего по выявлению лиц, которые могут являться источником инфекционных заболеваний. Ну а гражданам, которые выезжают в такие экзотические страны, конечно же, я рекомендовал бы, прежде всего, иметь привычный статус против желтой лихорадки, гепатита А. И у нас такая тема поднялась, которая не характерна для нашей республики, но есть завозные, конечно же, случаи, и корь, я имею в виду, это корь, она актуальна для Российской Федерации и Украины. Поэтому граждане, которые не имеют статуса прививки, то есть не имеют и не вакцинировались, а прежде всего, я имею в виду детей, конечно же, настоятельно рекомендую, чтобы такой прививочный статус имели против кори. Ну вот, допустим, я захотел уехать на такой отдых, я не знаю, что мне делать и как быть, посоветуйте, куда мне обращаться, где я могу сделать такую прививку. Если говорить про корь, то вы можете сделать данную прививку по месту приписки в любом нашем учреждении здравоохранения, я имею в виду поликлиники. Что касается желтой лихорадки, то здесь немножко ситуация сложнее. Вакцинацию можно сделать только в городе Минске, поликлиника номер 19. Против гепатита А тоже, в принципе, вакцина для взрослых, она у нас, я имею в виду, в области на данный момент отсутствует, но в скором времени будет. На платной основе все эти три озвученных инфекции можно взрослому населению привиться и спокойно выезжать в экзотические страны. Давайте перейдем к другой теме. Сфера общественного питания этим летом давала поводы для вынесения штрафных санкций с вашей стороны. Сфера общественного питания, в принципе, как и торговли, конечно же, есть определенные сложности в плане соблюдения санитарно-пилологического законодательства. Да, такие поводы были и в большинстве случаев не буду скрывать. И, в принципе, если говорить по административной практике, то достаточно их применялось за 7 месяцев, если говорить с текущего года. Это много, это в количестве, в абсолютном, чуть более трех тысяч. И, как правило, привлекаются, конечно, физические лица. Средняя сумма штрафа составляла 54 рубля, это уже в новых ценах, а на юролиц и 340 рублей. Спасибо за ответ. У нас есть телефонный звонок, давайте послушаем. Добрый вечер, говорите, вы в эфире. Добрый вечер. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте, говорите в эфире. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Ольга Александровна, у меня вопрос к Александру Александровичу. Алло. Да, да, пожалуйста. Алло, слышно, да? Да, да, говорите. Уважаемый Александр Александрович, недавно в нашем доме открылся ночной магазин ОАО «Олеся». И с этого времени на аллее, где с детьми гуляют дети, где зона отдыха раньше была, стал появляться мусор. Пустые бутылки. И это не самое приятное, что там можно увидеть с утра. Бывает, что и урна разбросана, нельзя не посидеть с детьми, не погулять. Можно ли как-то повлиять на эту ситуацию? Спасибо за вопрос. Вы поняли, где? Я скажу, что да, действительно, у нас уже были сигналы. Две недели назад открылся или же начал функционировать магазин круглосуточно. Поэтому отсюда и проблемы. Появляются определенные замусоренности прилегающей территории. Поэтому мы с ЖЭУ-24 сейчас будем отрабатывать, чтобы действительно регулярно проводили уборку прилегающей территории. Ну и, конечно же, обеспеченность урнами для того, чтобы люди могли выбросить мусор и не разбрасывать его в неустановленных местах или же, где попало. Поэтому с этой темой мы занимаемся и поставим на контроль. Ну вот как-то интересно получается, магазин уже открыли, а по урнам вы говорите только спустя какое-то время. Ну, по урнам они, я скажу, что они имеются при входе в торговые сети, они имеются и по городу. Но здесь надо разобраться более детально, потому что я думаю, что здесь вопрос, конечно же, будет стоять в регулярности уборки. А можно ли эти вопросы передрисовать владельцу этой торговой точки? То есть они несут какую-то ответственность? Ну, я скажу, что, как правило, торговая точка несет ответственность за прилегающую свою территорию. А уже территория, которая относится к ЖЭУ, там городская или же другая территория, общедоступная, то здесь уже будет, прежде всего, предъявляться к собственнику территории определенному. Давайте от этой темы оттолкнемся и перейдем к видеосюжету. Чтобы не допустить до потребителя продукты, которые могут представлять опасность для здоровья из-за несвободения условий хранения, специалисты проводят проверки магазинов и рынков. На эту тему у нас подготовлен сюжет, давайте его посмотрим. Реческий зональный центр гигиены и эпидемиологии. Начало рабочего дня, однако, несмотря на относительно ранний час, уже несколько человек принесли на радиологическую проверку собранные в местных лесах грибы и ягоды, в основном чернику. Сама проверка, кстати, для населения бесплатна и выполняется в течение нескольких минут. Правда, иногда для этого приходится пожертвовать частью урожая. Однако, здоровье главнее. Часто приношу, потому что у меня дети и внуки любят грибы покушать. Так я ради просто здоровья, ради безопасности, чтобы быть спокойным. Проверяем часто. По данным многолетних проверок, самыми опасными для здоровья можно назвать маслятый польский гриб, которые, кроме непосредственно радиации, часто содержат еще и целый букет вредных веществ, включая ртуть и свинец. Вообще, по мнению медиков, снесить воздействие небольших доз радиации можно, употребляя больше лимона, морковки и натурального виноградного сока. Хотя, в любом случае, лучше побеспокоиться о здоровье заранее и напрасно не рисковать. Все зависит от места, где собрана продукция. Грибы и ягоды совершенно неоднородны. Даже бабушка приносит два ведра, собранные с одной стороны деревни, например, какой-то, и с другой стороны эти ведра будут отличаться между собой. Поэтому мы призываем граждан Гомельской области все грибы и ягоды приносить нам на исследование. Впрочем, дары леса, хотя и важны, однако, не основная часть того, что попадает на проверку к специалистам Реческого центра гигиены и эпидемиологии. В центре их внимания практически все продукты питания, реализуемые на местных рынках и в торговых точках. Мясные продукты проверяют на наличие солей, тяжелых металлов, овощи на нитраты, хлеб на пестициды. По большому счету, гарантировать безопасность продуктов сегодня можно только многоуровневым контролем. Возьмем хлеб, начиная с муки, то есть какая мука, как ее везли, как ее хранили, до того, как она попала уже в процесс приготовления хлеба, опять же, чтобы соблюдались все вот эти процессы, потом выпечка, потом уже экспедиция, опять же транспортировка и хранение в том же самом магазине. Вот на всех этих этапах, конечно, если где-то не соблюдать что-то, в конце концов может привести к тому, что продукт будет несоответствующего качества. Врача-лаборанта Диану Стригелеву можно, наверное, назвать специалистом по овощам и ягодам. Во всяком случае, провести анализ импортных арбузов особого труда для нее не составляет. К этой ягоде, кстати, у многих белорусов достаточно осторожное отношение, особенно это касается первых реализуемых партий. По достаточно распространенному мнению, содержание нитрата в них часто превышает все допустимые нормативы. Правда, в Центре эпидемиологии эту информацию не подтверждают. В последнее время арбузы совершенно безопасны. А вот в дынях нитраты, хотя и не часто, но встречаются. Впрочем, только привозной продукции специалисты не ограничиваются. И сегодня готовятся к выполнению заявок по проверке выращенного в местных сельхозпредприятиях и фермерских хозяйствах. Без этих исследований продать урожай будет невозможно. В обязательном порядке все колхозы, все фермеры привозят к нам в Центр, в лабораторию свою продукцию. И мы тоже лабораторно по всем показателям, которые нормируются в санитарных правилах, мы исследуем. И выдаем протокол лабораторных испытаний, на основании которых потом уже все организации, которые выращивают и продают продукцию, выписывают в свое качественное удостоверение. Вы смотрите программу «Диалог». У нас есть телефонный звонок. Давайте послушаем. Говорите, вы в эфире. Добрый вечер, говорите. Да-да, говорите. Какие-то проблемы со связью. Давайте потом вернемся к этому вопросу, если человек будет на линии. Александр Александрович, насколько я понимаю, из того сюжета, что мы посмотрели, из своего личного опыта, продукты питания, которые мы приобретаем на наших рынках, они абсолютно безопасны. Совершенно верно. Те продукты питания, которые реализовываются в торговой сети, в магазинах, на рынках и, соответственно, имеющие сопроводительные документы, подтверждающие это качество, они, я считаю, что безопасны. Да, у нас случаются случаи, когда мы устанавливаем факты отсутствия. Ну, здесь могут быть банально, что забыли где-то в офисе или забыли взять у поставщика. Ну, в таком случае снимаются данные продукты с реализации и не должны они реализовываться без сопроводительных документов, потому что вы, как потребитель, мы вместе с вами можем потребовать, и нам обязан предоставить продавец документы, подтверждающие качество товарного товара. То есть это же касается и продавцов на рынках? Совершенно верно. То есть я пришел, например, человек продает там грибы, ягоды, там неважно что, да, я могу попросить у него соответствующий документ, он обязан мне его предоставить? Совершенно верно. Как выглядит этот документ? Если говорить про рынок, то для физических лиц, ветеринарной службой или же лаборатории, которая при рынках находится, выдается документ, как правило, это на содержание нитратов и ЦЗС-137-го, потому что продукция, как правило, если физические лица реализуют ее, то она из своих подсобных, так скажем, хозяйств. Спасибо, у нас есть телефонный звонок, пожалуйста, говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Я звоню из Гомельского района, меня зовут Наталья Андреевна. У меня такой вопрос. Мы с мужем часто ездим к родственникам по направлению на Тереху, через Грабовку, вот по этому направлению. По идее, вот здесь, насколько я знаю, это чистая зона. Иногда здесь продают ягоды, грибы, встречается, что даже в дороге их продают. Так вот, можно ли их покупать, не проверяя на радиацию? Ведь они собраны здесь, в чистой зоне, или все равно нужно все проверять? Спасибо. Спасибо за вопрос. Я скажу, что да, в районе, если говорить территории Грабовка, то данная территория действительно является, как говорят, чистой. Но приобретать в несанкционированных местах торговли я настоятельно не рекомендую. Да, если вы уже купили, то можно все равно данную продукцию проверить для убедительности. Но еще раз говорю, что лучше этого не делать в местах несанкционированной торговли. Но я бы еще добавил, согласитесь вы со мной или нет, особенно если продают вот эти продукты, которые, там, ягоды, грибы вдоль дорог, там ведь не только радиация, нитраты, там же еще выхлопные газы, там же автомобильный поток постоянно идет. Вы как специалисты фиксируете? Это тоже как фактор может быть, но таких факторов мы не фиксируем, но риск есть, особенно если продукция растет вдоль данных трасс. Ну и второй момент, продают-то они здесь, но мы же не знаем, где собрали эти грибы, правильно? Совершенно верно. Может быть в этом лесу, а может быть... Собрали их где-то в Ветковском районе. Да. Скажите, пожалуйста, вот что касаемо такой же продукции, грибы, ягоды, там, яблоки, груши и так далее, вот эта продукция продается в гипермаркетах и в стационарных магазинах, скажем так, да? Вот как там происходит процесс выявления, качественная эта продукция, некачественная, вовремя она продалась или она уже там залежалась, испортилась и она уже непригодна? Вот как происходит, как организована вообще работа по проверке вот этой системы? Данная работа, прежде всего, организована самими предприятиями, потому что есть такое понятие, которое, значит, узаконено санитарно-педагогическими требованиями, это проведение производственного контроля. Потому что специалист районного центра генопедемиологии, он ежедневно не проконтролирует, какая ситуация складывается по реализации того или иного вида продукции в торговой сети, поэтому и наличие сопроводительных документов, которые выдает поставщик и в которых указывается качество и безопасность, что это действительно товар качественный и безопасный. Это и проведение, значит, производственного контроля в плане того, чтобы продукция на этапе реализации не испортилась и не продавалась. То есть, в первую очередь, это проводит данную работу торговая сеть или общественное питание. Ну, а если, конечно же, районный центр или зональный центр выявляет факты наличия то ли с признаками порчи или же без документов, которые я озвучил, то здесь уже, как мы и говорили, наступает возбуждение административного процесса. Но вот эти факты вы являете, вам покупатели обращаются и говорят, что вот обратите внимание, там продается такая-то продукция. Или вы сами инициируете какие-то проверки, может быть, внезапные проверки. Если да, то как часто это происходит? Значит, кроме плановых проверок у нас есть еще и тематические, внеплановые, контрольные по исполнению тех требований. Ну и мы практикуем, конечно же, такой вид надзорных мероприятий, как мониторинг. Когда наш специалист приходит, как обычный покупатель, смотрит общедоступные места и на истекшие сроки годности, и на условия реализации. И если данные факты выявлялись или выявляются, то на первый раз это может закончиться выдачей рекомендаций. Но скажу сразу, что если мы выявляем факты грубые, это нарушение условий хранения или же реализация товара с истекшим сроком годности, то административная практика, как правило, наступает сразу же. То есть протокол административного нарушения составляется без предупреждения и потом дальнейшего контроля. Поэтому данные факты, да, мы, к сожалению, регистрируем. Но если сравнить уже ситуацию с прошлым годом, то регистрируем, что все-таки количество снижается таких фактов. Если выявляется повторное нарушение в одном и том же торговом объекте, какое наказание следует? Если повторно, то опять же административный процесс. И здесь уже, в принципе, вплоть до перестановления объекта. Такие факты у нас есть. Указ президента Республики Беларусь 567 от 5 декабря 2014 года предоставляет нам право, если объект постоянно, систематически нарушает санитарные нормы и правила, то при устанавливании данный объект мы имеем право до 90 дней. То есть это дополнительное наказание и оно существенно. Такая практика у нас уже была. 15 объектов в текущем году перестановлено. И тогда уже объект начинает задумываться. Искать, ну не искать, а уже исправляться коренным образом. Потому что все-таки, что значит даже пристановить деятельность объекта на 5 дней, это его вся экономика, это заработная плата и так далее. Существенные убытки, да. Хорошо, с этой темой понятно, мы переходим к другой теме. Сейчас купальный сезон, вот с точки зрения санитарно-эпидемиологической службы, как у нас обустроена работа пляжей? Везде ли у нас безопасно можно купаться, не боясь, что там холерная палочка в воде или еще что-то? Как вы организовываете эту работу? Ну, я скажу, что у нас официальных в области 47 пляжей узаконенных, то есть где имеется собственник, соответственно, они оборудованы малыми архитектурными формами, обследованы дно водоема, проводится регулярно уборка, проводится регулярно исследование воды еженедельно. Да, и возникают ситуации, когда не соответствует вода из водоемов по микробиологическим показателям. Но в последнее время мы таких фактов не регистрируем. Но, опять же, если такие факты регистрируются, то мы в взаимодействии с собственником, прежде всего, с местной исполнительной властью, уже решается вопрос, то ли ограничивать, то ли приостанавливать действия, или же не пляжа, а ограничение купания. Такие факты регистрируются у нас, но единичные, и, как правило, ограничение было только для купания детей. Опасность здесь заключается в том, что это может как-то на коже отражаться, или вода попадает внутрь, когда человек плывет, да? Да, когда человек плывет, то есть несоответствие воды по микробиологическим показателям может являться риском возникновения заболеваний, прежде всего, острых кишечных инфекций. Спасибо. Устраивает ли вас санитарное состояние города? С таким вопросом наши корреспонденты вышли на улицы областного центра. Давайте послушаем, что они отвечали. Приятно видеть чистый город. Вот прогуливаешься хорошим летним отпускным днем, и видишь, что действительно чисто. Даже если непогода нам дарит какие-то катаклизмы, день-два, и все идеально чистое. Это, конечно, радует. Безусловно, есть свои проблемы, но видно старания наших коммунальных служб. На пляжах, конечно, очень грязно. Люди сами за собой не убирают. Ну, а в городе, на остановках чисто. Не знаю. Даже не знаю. Про пляж забыла, да, там отрастительно. Там бутылки, все пьют, и ужасно. Очень устраивает. Просто, это просто чудо. Такая чистота везде, конечно, очень устраивает. Мы прямо наслаждаемся этим. На пляжах почище, чтобы было, и все. А так? В парках, да, на улице тоже устраивает. Нормально. Ну, больше в, как сказать, во дворах. Очень так. Мусорно. А в основном, да, устраивает. Устраивает. Смотрят хорошо наши коммунальные службы. Чистота. Не устраивает только, как вам сказать, торговля. В каком смысле? Вот я живу в центральном районе, вот рядышком. Посмотрите, ни одного магазина нет. Хлеба не купишь. Если был открыт магазин вот на Волтовской хлебный, прекрасно. Здесь же строится столько много домов, высотные такие. А сейчас что получается? Вот. Искать этот хлеб один только вот магазин. Аркада. В принципе, все нормально. Чисто в городе. Все устраивает. Вы смотрите диалог. У нас в гостях главный врач Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья Тарасенко Александр Александрович. Вот мы посмотрели в соцопрос. Три вопроса, из того, что мы услышали, касались санитарного состояния пляжа. То, что мы обсуждали перед этим. В этой связи у меня уточнение небольшое. То есть, кто отвечает за санитарное состояние и как часто там проводятся уборки этой территории? Люди-то жалуются? За санитарное состояние пляжей официальных, опять же, еще раз повторюсь, отвечает собственник. Как правильно, если в городе... Как правило, это райисполкомы? В городе собственниками являются администрации Центрального, Железнодорожного района, Новобелецкого. Если говорить про район, то там, как правило, опять же, это не администрация или райисполком, это коммунальные службы. И поэтому уборка должна проводиться по мере загрязнения. Да, конечно, есть несознательные граждане, которые, особенно по вечерам, это вот был вопрос как по круглосуточному магазину, в вечернее время, когда уже, естественно, не работает пляж, так скажем, только спасатели, может быть, присутствуют. Но все равно работа проводится, и если факты такие имеются, то утром приходит персонал и убирает. Ну, конечно же, я призываю наших граждан, чтобы все-таки, действительно, правильно было сказано в интервью жителей наших, что за собой, чтобы все-таки убирали или, даже не или, а выбрасывали мусор в контейнер, в урну, который имеется на каждом пляже. Грязный не там, где убирают, а там, где не мусорят. Да. Еще одна опасность, вот касаемо тех же самых пляжей, да, рядом же растительность, леса, кусты и так далее. Клещи. Вот для Гомельской области это такой бич был последнего времени. В этом году как эта ситуация проявляется? То есть насколько много укусов клещей? Меньше стало? То есть вот как вы прокомментируете? Ну, что касается укусов клещей, то да, данная тема актуальная для Гомельской области. То есть ситуация, она ежегодно особо не меняется, в сторону увеличения особенное здесь имею в виду. И если говорить про количество, то это количество составляет 2300 человек, вот если на сегодняшний день говорить. Это обратившихся с покусами клещей. Да, мы по заявлениям граждан исследуем этих клещей на наличие таких инфекций, как лаймборелиоз и клещевой энцефалит. Выявляем, конечно же, и определенную часть по лаймборелиозу, если говорить, то это 25% от количества исследованных. А исследованных было более 1000. На клещевой энцефалит процент меньше, но все-таки составляет 4%. Поэтому даже клещ, если инфицированный или неинфицированный, при обращении в лечебное учреждение, гражданину, врачом-инфекционистам рекомендуется определенный курс лечения. Прежде всего я имею в виду антибиотиками с целью профилактики. Давайте еще раз напомним телезрителям. Я знаю, есть такая точка зрения, что укусил клещ, сам вытянул и пошел дальше гулять. Насколько опасны те два заболевания, которыми может заразиться человек после укуса таких клещей? Я скажу, что действительно, если говорить про клещевой энцефалит, то это довольно опасное заболевание. И прежде всего оно влияет на центральную нервную систему. Поэтому если не обратиться вовремя к врачу и заняться самолечением, антибиотики принимать, да, можно симптомы убрать, но перейдет заболевание в хроническое. И проблему человек будет иметь постоянно и будет уже не только на центральную нервную систему влияние, но и на остальные внутренние органы. Ну а что касается изъятия клеща, то лучше всего снимать клеща в лечебном учреждении, где есть профессионалы, которые снимут, и в дальнейшем можно будет его исследовать. Ну а если, конечно же, такой возможности нету, бывают такие случаи, ну тогда надо уже иметь определенные навыки для того, чтобы его снять. Нет, ненародные методы, это можно сделать и самому с помощью нитки, но это делать, опять же, надо аккуратно, потому что излечь клеща можно не полностью, останется его часть или же его раздавить, и инфицированный материал попадет в организм через кровь. Александр Александрович, летнее каникулы, время, чтобы дети смогли набраться сил перед новым учебным годом. Как проводится надзор за отдыхом наших детей в этих детских оздоровительных лагерях? Я скажу, что у нас на территории области функционирует в течение летнего периода 9 стационарных оздоровительных лагерей, 2 стационарных оздоровительных лагеря на арендуемых площадях и пришкольные лагеря. В стационарных оздоровительных лагерях у нас уже оздоровилось и оздоровится еще в целом 6 тысяч деток, в пришкольных 40. Если говорить об эффективности, потому что после проведения оздоровительной кампании врачами оценивается эффективность, то я скажу, что 92% деток все-таки оздоровляется эффективно. Это вот как вы эту оценку получаете? То есть имеют положительную динамику по состоянию здоровья. Улучшение. Улучшение, совершенно верно. Конечно же мы перед открытием стационарных лагерей комиссионно осматриваем, то есть готов, не готово учреждение к приему деток. И только после того, как дается положительное заключение, подписывается паспорт готовности, заезжают дети уже в эти стационарные лагеря. Они, кстати, у нас функционируют в 3, а некоторые даже и в 4 смены. Ну и пришкольные лагеря, здесь уже как бы ситуация немножко другая, не требуется перед началом посещения, потому что школа закончила учебный процесс, пищеблок работал, учреждение работало, но вместе с тем еженедельно мы мониторим стационарные лагеря и раз в 10 дней пришкольные лагеря. С целью той, чтобы как можно было меньше нарушений и где-то подсказать персоналу, руководительным учреждениям, как нужно работать и на пищеблоке, и по условиям пребывания, отдыха наших детей. По динамике прошлых лет, последних лет, как вы видите, нарушения все еще остаются в этих пришкольных лагерях или идет с движением? Остаются, но больше тех нарушений, которые, как говорится, имеют человеческий фактор. Материально-техническая база, она ежегодно улучшается, ведь ни для кого не секрет, что из средств республиканского субботника пошло 50% на улучшение материально-технической базы здоровительных учреждений. Поэтому ежегодно материально-техническая база, она улучшается. Давайте о детских пришкольных лагерях перейдем к школам. Улучшается ли там материальная база? Это первый вопрос. И второй, в развитии, как санитарная служба сейчас, в эти дни, проверяет школу, готовы ли они к началу учебного года? С полной ответственностью могу сказать, что ежегодно материально-техническая база улучшается. Прежде всего, мы обращаем на такие моменты, как состояние пищеблоков, освещенности, обеспеченность ученической мебелью, санитарные узлы, обеспеченность горячей водой не только пищеблоков, но и столовых. То есть при входе в столовую, чтобы детки там, где отсутствует горячая вода, могли соблюсти личную гигиену. Поэтому мы контролируем эти все вопросы. И процентным выражением, я уже не буду говорить, но у нас этот анализ есть, и ситуация с каждым годом улучшается. Но есть вопросы, конечно же, прежде всего по ученической мебели. На этом мы акцентируем внимание отдела образования, управления образования, чтобы и по росту, и конторке это новое направление. Хочу сказать, что уже в основном начальные классы, это первый и четвертый классы, они уже обеспечены конторками. Сейчас уже, допустим, по городу Гомелю идет ситуация. Конторки это, вспоминаем, картинки из наших учебников еще времен Советского Союза. Это когда ученик устал, допустим, сидеть, ему надоело, он может встать за конторку и уже стоя, в другой уже позе немножко расслабиться и заниматься тем же, что его, так скажем, друзья, коллеги делают только уже за столом. Ну а служба, как участвует в приемке, сейчас уже началась активная фаза. Опять же, комиссионно отдел образования, наша служба МЧС проводит обследование учебных учреждений, прежде всего школ и детских дошкольных учреждений, и проводит оценку готовности к новому учебному году. Ну вот основной вопрос, который чаще всего задают родители во время учебного года. То есть, как там санитарная служба проверяет соблюдение всех необходимых норм, чтобы не было, не дай бог, отравлений каких-то массовых, там других каких-то заболеваний вдруг не появилось. Вот как проводится эта работа, как это организовано? Эта работа проводится как планово, так и внепланово. Но больше планово, я скажу, что по отравлениям у нас таких случаев не зафиксировано за прошлый учебный год. И чтобы их не было в учебный 2016-2017 год, вот та работа, которая на сегодняшний день проводится, она и направлена на профилактику вот этих всех проявлений, чтобы не возникли, как вы говорите, случаи групповых заболеваний, острыми кишечными инфекциями, ротовирусными, энтеровирусными. Поэтому готовность пищеблоков – это, так скажем, основной дел, на что отбращает специалист Центра генопедемиологии. Ну а во время учебного процесса, конечно же, мы смотрим и учебную нагрузку, и расстановку учебных уроков, так скажем, проведение контрольных работ, уроки физической культуры. Ну, в целом так вот ситуация. Я думаю, что здоровье и безопасность наших детей зависит не только от специалистов, но и от самих родителей. Какие вы, как специалист, могли бы дать рекомендации родителям в преддверии наступающего нового учебного года? На что обратить внимание? При подготовке детей, когда утром готовишь его и заводишь в школу, то есть какие надо делать, хотя бы минимальные необходимые манипуляции? Сейчас как вот и подготовка учреждений образования к учебному процессу, так и родители уже начинают готовить своих детей к школе. Сейчас начали уже и работают школьные базары. Поэтому я, прежде всего, хотел бы обратить внимание для родителей, у которых дети идут в первый класс или в начальные классы, на вес ранцев, приобретение одежды. Легкой, удобной. И ее состав. Потому что, если смотреть на ее состав, то надо смотреть, сколько у нас процентный состав синтетических материалов. Поэтому, если, ну не если, я рекомендую нашим гражданам посмотреть на наш сайт, и там вы увидите, какой процентный состав синтетических средств, в каком белье, одежде, верхней одежде в том числе, не должен превышать какой процентный состав. И вес, соответственно, ранцу. Ясно. Спасибо за интересную беседу. На этом все. Вы смотрели программу «Диалог». В студии для вас работал Евгений Побловец. Берегите себя и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин